Всем привет! На данный момент я готовлюсь к экзамену Навли, поэтому длительное время меня не было на канале. В этом видео я вам расскажу о том, как зайти на этот экзамен. Для себя я решил взять отпуск длиной почти в 6 месяцев для того, чтобы хорошенько так подготовиться. Сейчас я уехал из Штатов, и вот на фоне березок и рябинки мы снимаем это видео, и я провожу время себе и готовлюсь к экзамену. Поехали! Навли, переходим на сайт icva.net, спускаемся вниз, здесь можно найти раздел внизу вот здесь, или же перейти вот здесь наверху и найти раздел Навли вот здесь. Дальше спускаемся вниз, здесь есть необходимая информация, вы можете для себя почитать, допустим, вот даже с самого начала, если сюда нажать, здесь уже есть инфа для нас, для тех людей, которые заканчивали университет не в Америке. Есть две программы, это ICFVG и PAVE, которые необходимо закончить для того, чтобы стать врачом в Штатах, вообще в Северной Америке. Для того, чтобы зарегистрироваться на экзамен Навли, необходимо закончить 3 этапа программы ICFVG, вообще она состоит из 4 этапов. Есть как бы два варианта, вы можете после этого 3 этапа подаваться на Навли, или же вы можете идти на практический экзамен. Я лично выбрал подаваться на Навли, потому что я считаю так немножко удобнее, в том плане, что экзамен BCAC, он такой, как упрощенная форма Навли. После того, как вы уже сдали BCAC, вам будет легче сразу же начать подготовку к Навли, и подготовка, в принципе, примерно в том же самом формате, и тест примерно в том же формате, просто он сложнее. И уже после этого вы можете конкретно готовиться к практическому тесту. Если же вы идете на практический тест, он, во-первых, дороже, то есть вам нужно сразу выложить больше денег. Ну и плюс, получается, у вас такое, вы прошли теоретическую часть, пошли на практику, потом снова нужно теоретическую учить, то есть намного легче сначала сдать Навли, а потом уже переходить на практическую часть. Вот, здесь вот есть раздел, и здесь указаны дедлайны, то есть регистрации. Навли можно сдавать дважды, его можно, ну вообще, как бы его можно сдавать много раз, но я имею в виду за год, его можно сдать дважды, это ноябрь, декабрь и апрель. Переходим сюда в раздел, дальше, здесь опять же указаны необходимые данные, здесь и сумма оплаты, допустим, также дополнительные фи, если вы сдаете не в Штатах. Интересный момент, дедлайн, то есть регистрация на ноябрь, декабрь заканчивается в августе, и регистрация на апрель заканчивается 1 февраля. Я вот хотел вам как раз продемонстрировать поэтапно, как конкретно зарегистрироваться, то есть что нужно делать, но в целом регистрация очень простая. Вот все разделы регистрации, которые вам необходимо будут пройти. Здесь вы указываете свое имя, указываете контактную информацию, какой университет заканчивали, и на какой штат вы подаетесь, то есть в каком штате вы хотите получить лицензию, чтобы какой штат вас принимал. Интересный такой есть лайфхак для тех, кто подается на экзамен, не закончив программу PAVE или ACFVG, допустим, как я, когда вы только после третьего этапа. В Калифорнии, например, вы не имеете права сдавать NAVLE, пока вы не прошли программу эту полностью. Но если вы сдаете, допустим, в Аризоне или каких-то еще других штатах, то вы можете сдавать NAVLE раньше. Вот я, например, пошел по такому пути, мне так посоветовали, и многие ребята так делают. Разницы в целом никакой нет. Также сдается экзамен, ну как бы, я его буду сдавать, находясь в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, но числится он будет как бы в Аризоне. После того, как ты его сдаешь, ты просто делаешь трансфер, перевод на Калифорнию. После того, как вы зарегистрировались, оплатили уже на почту, вам придет подтверждение. Вот, например, your application has been received. Вот, приходит подтверждение, там вся необходимая инструкция. Допустим, опять же, в моем случае там был вопрос по поводу Калифорнии и Аризоны, потому что я подался сначала в Калифорнию. Ну, как бы, я этот момент не знал, уже потом мне сказали, что тебе нужно подаваться в Аризону. Ну, не обязательно в Аризону, но, как бы, ты можешь податься в Аризону. Вот, я, получается, перепадался, и уже после того, как я перепадался, мне пришел ответ, то есть Аризонская ветеринарная ассоциация, они приняли меня, и я уже имею право сдавать экзамен на Вли. Когда они меня принимают, мне тоже приходит сообщение о том, что application approved и подтвержден, и в дальнейшем я уже должен зарегистрироваться конкретно на экзамен. Есть специальная платформа, там они указывают линь, дают ссылку на этой платформе, ты регистрируешься, и уже, как бы, ты готов сдавать. Выбираешь, в какой день ты будешь сдавать экзамен. Вот, мне не так давно написали сообщение о том, где я пропал, и очень приятно, что люди интересуются, все-таки есть люди, которые следят постоянно, несмотря на то, что нас мало, и это такой специфический контент, и я так это делаю чисто, как бы, для души, то все равно у нас уже такая компания собралась, это очень-очень приятно. И что еще хотелось рассказать из таких новостей, вот мы отправили, как я и обещал, отправили подарки победителям конкурса, отправили подарок за первое место, отправили подарок за третье место, за второе место с Данилом мы уже списались, мы с ним договорились, что мы отправим ему подарок немножко позже, вот, потому что нам еще нужно купить и выбрать ему книгу. Ну, мы, в принципе, уже определились, какая это будет книга, и мы ему отправим ее немного позже. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, я хочу вам напомнить о том, что получать ветеринарную лицензию в Америке можно, находясь у себя на родине, то есть можно стать врачом в Штатах, имея образование у себя в стране, и потихоньку идти к этой цели, и это, это очень здорово. А я желаю всем удачи, до новых встреч, пока-пока.